Начиная с 2002 года, одаренные школьники Кубани получают губернаторскую премию в размере 50 тысяч рублей. По итогам 2022 года в сотню лучших учащихся региона входили и ребята из Славинского района, причем некоторые из них премию получают уже второй раз. С таким высоким достижением отличников поздравил глава муниципалитета Роман Синеговский. На встречу с главой района 11-классник из третьей школы Алексея Баев и учащийся 12-я школа Александр Киселев приходят не впервые. В прошлом году поводом для чествования ребят стали их победы в региональном этапе предметных олимпиад. Сейчас Роман Синеговский поздравил одаренных школьников с присуждением им премии губернатора. Мне приятно, что вы прославляете Славинский район. Уверен, что мы ваши достижения дальше будем все видеть и будем их изучать, может быть даже. Потому что талантливые люди, люди, которые целеустремленные, они действительно дают год за годом определенный результат. Результаты работы ребят действительно впечатляющие. Они являются неоднократными призерами различных олимпиад, в том числе всероссийских. И им, конечно, приятно, что их старания и труд оценили по достоинству. В этом году я получил губернаторскую премию впервые. Честно говоря, результат был ожидаемый, так как я добился большого результата, так сказать. Стал призером всероссийского этапа по немецкому языку. Хотел выразить благодарство району нашему за поддержку. Так гораздо легче получается добиваться таких результатов. А вот учащийся третьей школы Алексей Абаев премию губернатора получает уже второй год подряд. И чтобы стать одним из лучших, пришлось немало потрудиться. Конкуренция сильно выросла. В крае талантливых ребят все больше и больше. А мест на премию пока больше не становится. Поэтому, ну, тем не менее, несмотря на это, благодаря стараниям, благодаря труду, получилось войти в число сотни лучших учеников края, получить премию. И вот в целом я могу сказать, что, конечно, этот результат был ожидаемым. Я работал и в том числе ради него, но приоритетным все-таки остается знание, получаемое в процессе работы. И работа над поступлением дальше в ВУЗ. За свои достижения в учебе одаренные школьники получили денежные награды от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и главы Славянского района Романа Сенеговского, а также сладкие подарки. Впереди у ребят новые достижения и победы. Совсем скоро стартует региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников, участие в котором Алексей примет по истории, литературе и географии, а по немецкому языку примет участие Александр. Пожелаем ребятам, как всегда, показать отличные результаты. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова